Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас в моем новом видео. Сегодня я хочу снять для вас видео, которое уже было на моем канале и вам безумно понравилось. Я читаю все ваши комментарии и реально хочется вам угодить. Сегодня мы также пойдем в супермаркет и закупимся на недельку. Не уверена, что прям так много будет всего, как в прошлый раз, но посмотрим. Походу дело будет видно. Все, вот так вот я нарядилась. Не знаю, правильно ли я делала маску. Некоторые одевают наоборот. Ну, в общем, не суть. Ай, блин, как трудно дышать. В общем, я хочу пойти купить себе резинки, заколки. У меня ничего не осталось. Я элементарно делаю себе прически и у меня нечем просто зацепить. Мне приходится лаком все это фиксировать настолько железобетонно, чтобы не было необходимости в каких-либо заколках. Наконец-то нашли швабры, которые нам нужны для дома. Нормально крутятся. Контейнер классный. И стоит недорого. Милая штука для иголок. Это для иголок. Здесь разные цвета. Очень мило смотрятся. Органайзеры для кисточек. Один монат. Посмотрите, есть такая расцветочка. Вот такая. И вот такая. Не знаю даже, какую взять. Хочу все три, но мне просто нечего хранить. Такой органайзер, sweet home написано. Вообще много здесь всяких. Тоже один монат. Видите, как-то дешево смотрится, на мой взгляд. Не очень. А вот такие вот два моната. Но здесь больше отделений. Красота. Тоже один монат стоит. Ой, органайзер. Можно для косметики использовать. Какое милое сито. Здесь разные. Такая вот есть интересная. Я, значит, хотела выйти из дома прям с той прической, которая у меня была на мукбанке. Но мама сказала, если ты с этой прической, я с тобой никуда не иду. Поэтому пришлось вот так вот залезать волосы. А мы с вами дошли. Как всегда, мы идем в Браво. Потому что здесь удобно. Потому что здесь можно снимать. Никто до тебя не докапывается. И это очень круто. Поэтому бесплатная реклама Браво. Да, здравствует. Смотрите, какая красота. Не знаю, это продается или нет, но выглядит очень круто. Какая крутая косметичка. Ой, кошелек. Очень крутой. Смотрите, какая крутая сумка. Мне очень нравится. Интересно, зачем нужны такие кувшинчики. Может, для пита. Но очень красиво смотрится. Здесь стаканы не дают мне спокойно уснуть. Посмотрите, какой крутой стакан. Вау, просто. А вот эти, до сих пор, здесь. Есть розовый. Но я думаю, на стаканах пока что достаточно. До подачи можно было взять вот такой вот комплектик. Стоит всего 600 монот. Мне кажется, прелесть. Он, правда, пластмассовый, но смотрится круто. Цена не указана, но мне кажется, это бесценно. Ручная роспись. Как же красиво. Вау, просто. Жалко, цен нету. И нам вообще не по интерьеру. Но я люблю такие вещи. Смотрится очень оригинально. До меня всегда не доходило, почему хлеб для тостов такой дорогой. Почти 3 монота. А обычный такой 50 копеек. Почему? Как всегда, я пришла сюда из-за курицы грит. Но ее нету. Зачем я шла столько? Чтобы взять курочку грит. А она закончилась. Каждый раз, когда я прихожу, ее просто нету. Но самое вкусное здесь. Поэтому пробовала в многих других местах, но мне не нравится. Поэтому иду сюда, хотя это далеко от моего дома. Вот что-что о халву я не люблю. Ни в каком ее проявлении. Ни в какой упаковке. Вот ненавижу. Классика, мне кажется, это вот такая халва. С детства помню ее в такой упаковке. Вот такая вот малюсенькая упаковка стоит 8 монат. Сколько, интересно, здесь грамм? 250 грамм. Мне кажется, очень дорого. А такие конфеты 18 монат. Вообще никогда не доходило до меня, зачем покупать коробки, в которые 3-4 конфеты лучше брать с килограммами. Но это интересно. На подарок нужно. Ай, да, смотрите, что я нашла. Вот такую шоколадку мне мой парень привез из Италии. Сказал, что привез оттуда. Не знаю, обманул меня и купил здесь. Или на самом деле шоколадка из Италии продается у нас здесь тоже. Такой не было, а вот такая была. Посмотрите, какие интересные конфеты. Как будто просто фотография в рамке. И вот они здесь. Несколько штук, как карточки. Вроде бы мало в этот раз набрали всего, но я купила две сумочки, которые дома вам покажу. Крабовые палочки будешь брать? Да. Посмотрите, сколько всего мы накупили. Аж прям стол ломится. Я вам обязательно буду писать все цены внизу. И в рублях, и в монатах, чтобы вам было удобно. В этот раз очень много было овощей. В прошлый раз, например, мы купили чай, который нам хватит на три месяца на ближайших. Поэтому в этот раз мы не стали это все дело брать. Здесь у нас баклажанчики, органайзеры. Сейчас подробно расскажу про них тоже. И давайте приступим. Первое, с чего хочу начать, это органайзер. Я очень хотела взять этот. Мама советовала мне взять вот этот вот. И в конце что Эка сделала? Взяла все три. Посмотрите, какая красота. Я подумала, что по-любому в одном будут лежать кисти, в другом карандаши для губ, в третьем опять кисти, потому что я хочу прикупить еще кисточки. Я не возьму, а потом пожалею, потому что стоит всего один монат. Такая вот красота, нужная вещь. Я вообще очень люблю органайзеры. Там было очень много, вы уже, наверное, видели. Вот, и в этом же магазине мы взяли такую швабру, которую уже, наверное, давно надо было купить. Была двух видов. Вроде бы выглядела одинаково, но там вот эта вот пластмасса, она была потоньше. И стоила, по-моему, 13 монат, а эту мы взяли за 16,50. Вот такая вот с крутящей штукой. Можно отжимать, вообще не используя при этом руки. Удобная штучка. Дальше, дальше перейдем к интересному. Две такие сумки, если вы смотрите мои блоги, вы уже, наверное, видели. Сто процентов видели. Это, значит, из Минесо. Сначала я взяла эту сумку, она стоила 20 монат, а потом я взяла вот эту. Она стоила 15, нет, 16 даже монат. Я посмотрела в чеке, 16 она стоит. В общем, что могу сказать? Я не жалею об этой покупке, хотя они очень похожи. Я очень люблю сумки из Минесо. Посмотрите, какие швы. Аккуратные, ровные, все как положено. У меня есть рюкзак от Минесо, тоже обалденного качества. В общем, все, как всегда, на высоте и стоит очень дешево. Они через плечо. Вот. Там еще рюкзачок был, который я не взяла. Но сейчас, если честно, я не жалею, потому что он был невместительный. Зачем было его брать? Дальше, значит, напитки. Это фрусти 2. Они в Браво были на скидке, стоили по монат 10 каждый. Хотя в других магазинах они стоят монат 50. То есть мы сэкономили, получается. Дальше у нас здесь такой компотик. Но в ближайшее время на икульке будут видео, как приготовить домашний компот. Да и вообще заготовки на зиму мы будем готовить. Поэтому ждите обязательно. Дальше тархун. Его покупаю исключительно для бабушки. Она очень любит. Я, например, несколько раз, когда не находила этот тархун, покупала ей меринда с яблоком. На мой взгляд, это одно и то же. Но бабушке не нравится. Ей именно нравится вот эта марка. Большой размер не нашла, поэтому взяла маленький. Обычно две беру. В этот раз одну взяла. Дальше здесь у нас лапша. Анкара. Хорошая. Кстати, вот на лапше экономить не стоит. Иногда вот я брала раньше дешевую, но она клеится. В общем, невозможно кушать. Дальше у нас такая вот шоколадка. Хорошая компания. Бабушка любит шоколадку, когда в ней нету ни изюма, ни фундука. В общем, ничего. Я лично люблю, когда в шоколадке что-то присутствует. Какая-то изюминка, так скажем. Это взяла чисто для бабушки. Дальше у нас здесь это сухое молоко. Да. Мы часто, кстати, в детстве использовали его вместе с кофе. Получалось просто обалденно. Дальше хлеб. Моя бы воля, на самом деле, я бы вообще не пекла хлеб. Я бы покупала либо лаваш, либо черный хлеб. Очень люблю черный хлеб. Здесь он даже с какими-то частичками. Очень вкусно. Дальше это мамина пектин. Я даже не знаю, зачем это надо, но если маме нужно, да и ладно. Дальше у нас здесь кетчуп. Мы наблюдали на последнем мукбанке, что у меня кетчуп прям закончился. Я выжимала прям последние остатки. Поэтому взяла такой кетчуп классический. Он еще есть острый. Вот острый я не очень люблю. Ничего острого я не люблю. Дальше, значит, какао. Опять же, для маминых кулинарных талантов. Не знаю, что будет готовить мамочка. Обязательно следите на Айкуке. Посмотрим, что она для нас интересненькое приготовит. Дальше здесь обычный кусковой сахар. Дальше ананас. У меня бабушка очень любит ананасы. Особенно консервированные. Они особенно сладкие. И вообще прям обалдеть. Я не люблю мелкие. Кстати, я люблю именно кольцами. Прям чувствуется, что такое шиш-ананас. Дальше томатная паста. Опять же, мамочки. Не знаю, почему она взяла такой маленький формат. Обычно берем большую. Так и экономнее получается. И удобнее. Дальше морковка. Надеюсь, что мамочка приготовит нам корейскую морковь. Сосиски. Я не собиралась покупать эти. Я хотела взять Крёздормен. Мне консультантка сказала, что они супер вкусные. Они просто обалденные. Что я останусь в восторге. Я решила взять. Но посмотрим. На мукбанке уже точно скажу свое ощущение и впечатление. Купила сметану. Буквально, наверное, неделю назад я снимала видео закупки продуктов на неделю. Я оставлю вам ссылочку на первую часть этого видео в инфобоксе. Вы можете перейти и посмотреть. Опять взяли сметану, потому что сметана у нас закончилась. Дальше маккофе. Это капучино. Не пробовала никогда. Взяла на пробу, потому что я заметила, что в супермаркете очень много кто брал. Поэтому я подумала, что почему я нет. Если все берут, я тоже возьму. Здесь, значит, у нас масло. Вот. Дальше у нас копченая курица. Это грудка. Копченая курица. Кстати, копченая курица у нас стоит очень дорого. За этот кусок мы отдали 5 монат 80 копеек. Хотя здесь всего 300 грамм. В России я знаю, что оно стоит значительно дешевле. Почему так у нас, я не знаю. Дальше у нас здесь печень куриная. Помидорки. У нас два вида здесь. Одни вот такие вот маленькие. И другие более крупные. Мы специально для заготовки на зиму будем снимать консервирование огурчиков, консервирование помидорчиков. Не знаю, именно из этих будем делать или нет. Но в ближайшее время собираемся снять. Баклажаны. Эти мы уже покупали не в том супермаркете, в котором я вам снимала. Это мы взяли внизу около дома. Там намного дешевле. Да и зачем таскать, если все равно поблизости есть подешевле, так скажем. Дальше здесь мука. Вот тоже купили в другом супермаркете. Но все это мы купили в течение одного дня. Муку мы покупаем не только для каких-то сладостей, пирогов и так далее. Мы печем хлеб тоже дома, потому что бабушка любит именно домашний хлеб. Следующий экспонат. Это у нас дыня. Как же летом без дыни и арбуза? Ну никак, конечно. Взяли и арбузик, и дыню. Дальше у нас соль. Это специальная соль именно для заготовок. 3 килограмма. Очень тяжелая была. Хотя дешевле обходилось взять обычную соль, но мама говорит, что это специальная. Специальная для заготовок, я думаю, ну ладно. Раз специальная, что поделать, возьмем. Дальше кукуруза. Я очень люблю кукурузу, на самом деле. Любовь прям. В мукбанках будет использована. Это кабачки. Мама собирается делать кабачковую икру, поэтому взяла так много. Сыр. На пробу взяли немного. Обычно мы всегда сыр берем в деревне, в которой я родилась. Там соседи держат коров. И вот мы у них перекупаем. То есть у них сыр намного вкуснее. И еще хочется, конечно же, помочь своим соседям, чтобы их товар тоже продавался. На самом деле очень сложно ехать в город, стоять на рынке, продавать. Поэтому зачем мы будем покупать у кого-то, лучше купим у своих соседей. Но так как у нас сыр уже заканчивается, поэтому взяли буквально несколько кусочков на пробу. Дальше здесь мой любимый. Мой любимчик. Это лук. Картошечка. Немного. Раньше мы покупали, знаете, картошку, лук и все дела мешками. Но сейчас, так как мы втроем, я мама и бабушка, я, можно сказать, почти каждый день питаюсь на видео в мукбанках или что-то заказываю. Поэтому уже картошку в таких объемах мы уже не берем. И здесь у нас перчики. В прошлый раз некоторые вещи, вот когда я так показывала по кругу, что-то я забыла. В этот раз мне я ничего не забыла. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Всем желаю удачного дня. Приятного аппетита, как всегда я говорю. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok